всем добрый вечер с вами команда мечты арман мы начинаем у нас еженедельная рубрика фишки от топ лидера и для нас огромная честь что сегодня выступает новый мастер шаронской розы фатима аминова врач косметолог и лидер большой команды и человек с огромным видением мы очень любим фатиму гордимся и всегда внимаем очень внимательно что говорит фатима все записываем что это все очень ценно а также у хотим огромный опыт работы очень полезные знания пожалуйста и смотрите в записи активничайте в чате будет время для вопросов также фатима вышел на ранг шаронская роза очень волнительный такой исторический период это когда выходил империал мастер то есть от ранга фатимы зависел империал мастер фатима вам слово спасибо мика приветствую всех бизнес-партнеров партнеров участников новых участников отдельно лично приветствую своего вышестоящего спонсора стеллу хигай стар мастера карлыгаш мастер шаронской розы если они здесь ну стала присутствует я знаю если карлыгаш присутствует тоже приветствую отдельно своих вышестоящих спонсоров приветствую всю свою команду приветствую команду из разных городов и стран спасибо что вы сегодня нашли время и зашли в этот зум я надеюсь что сегодняшняя наша встреча пройдет очень такой знаете познавательной информативной и многие фишки но так называется наш сегодняшний зум фишки может быть для кого-то это было будет повторение но в любом случае будет очень полезно и с удовольствием делитесь этими знаниями в своих командах своими бизнес-партнерами и партнерами которые пойдут на ранги пойдут на серьезные доходы общем всем приятного хорошего вечера в этом зуме ну а себе немножко меня зовут аминова фатима я живу в казахстане город алматы мне буквально через несколько там дней будет 50 лет я очень рада что к своему юбилею я вышла на новый ранг именно ранг шаронской розы знаете роза прям говорят же 45 баба ягодка опять а мне 50 баба ягодка опять шаронская роза поэтому думаю что многие поймут меня о чем я сейчас сказала каждая женщина хочет цвести цвести и цвести ну по образованию я врач именно по специальности я закончила институт как реаниматолог анестезиолог реаниматолог силу своей деятельности наверное во мне зажил заложился такой характер немножко мужской потому что реанимация анестезиология подразумевает это и конечно скорость ума то есть скорость мышления и спасибо моей профессии которая дает плоды именно здесь в бизнесе затем я переспециализировалась на врача дерматокосметолога потому что но это мое понимаете это изнутри мое делать людей красивыми а сейчас благодаря компании атоме я делаю людей не только красивыми но и богатыми это вообще шикарно мне кажется я думаю что каждый через себя сейчас пропустил эту информацию и думает а почему бы нет делать людей здоровыми красивыми и богатыми то есть все что я хотела в жизнь делать я делаю сейчас благодаря компании атоме врачом косметологом я проработала 23 года поверьте мне это были такие хорошие трудовые годы моей жизни но в один прекрасный момент я буквально 2 3 слова скажу в один прекрасный момент я заболела 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 так что 2 3 месяца я не работала тилл определенных обстоятельств что не могла принимать пациентов клиентов я поняла что когда ты работаешь деньги есть деньги были очень хорошие на эти врачи-косметологи Если они грамотно всё делают, они зарабатывают хорошие деньги. Но в силу определённых обстоятельств, когда ты это не можешь делать, ты не зарабатываешь деньги. Ну, в общем-то, вы поняли, на что я кланю. Компания Атоми, не дай бог, болеть, конечно, но всякое бывает в жизни, бывает такое, что вы не можете. Да, но деньги в любом случае вы зарабатываете, даже не выходя из дома, даже не общаясь, личный контакт со своими партнёрами, клиентами и так далее. Поэтому, опять же, вот эта фишка. Для многих фишка. Почему? Потому что, действительно, это тот бизнес, который даёт возможность зарабатывать деньги, в принципе, имея хороший интернет, конечно, ну, возможность подключения к интернету, естественно, разбираться, как заходить в личный кабинет и так далее. Но перейдём к началу. Смотрите, я, извините, я даже себе подкатывала шпагалки, потому что иногда я ухожу, ухожу, а потом мне нужно вернуть. Так, с чего же я начала? Своё знакомство с компанией «Атоми». Многие не раз уже слышали, но я повторюсь. 31 мая, полдесятого вечера, я захожу к себе домой и сама себе говорю, вы представляете, господи, ну что же мне такого вот в Алматы заняться тем, чтобы мне было по душе, я получала удовольствие и в то же время зарабатывала хорошие деньги. То есть для меня хорошие деньги – это, ну, очень хорошие деньги. Не буду называть цифры, потому что для каждого они по-своему хорошие, серьёзные деньги. Ну и всё, захожу домой, мне звонок с семьей, потому что я жила в семье много лет, я закончила Симпалатинский мединститут ещё в своё время, в советское время. Да, мне звонит моя коллега Клара Бутабековна, говорит, Тимош, вот есть такая компания, мне посоветовали кремы, мне посоветовали биодобавки, ты очень хорошо в этом разбираешься, как специалист, посоветую. Я говорю, окей, конечно, я сейчас посмотрю, я сразу же говорю, где это, как это. Она мне говорит, это компания Атоми. Естественно, я набираю в Google сразу же, дружусь с компьютером, с интернетом, смотрю, о, как интересно, южнокорейский бренд и так далее. Ну, поверьте мне, в косметологии я разбираюсь, ну, неплохо, очень даже неплохо. И я смотрю, что состав кремов и так далее очень достойный и, вы знаете, инновационный в том плане, что этот крем, допустим, он сразу же обладает действием не только увлажняет, но также защищает, также питает и также много-много-много чего. Затем я ей перезваниваю, говорю, Клара, говорю, а как это можно мне приобрести и все такое. Она говорит, нужно зарегистрироваться и все такое. Все, меня на завтрашнее утро регистрирует ее дочь, Насгуль под котой, это мой вышестоящий непосредственно спонсор, который меня подписал под свой адзин. Это происходит также полдесятого утра, полдесятого утра 1 июня. Аллилуй, я узнаю, что в этот же день, я узнаю, что в этот же час узнаю, что дата основания компании 1 июня 2009 года. Я регистрируюсь 1 июня 2019 года, то есть в десятилетие компании. Представьте, ну, это значок хороший, мне кажется, день рождения компании происходит регистрация. Ну, я сейчас, наверное, всех, может быть, удивлю, не удивлю, но я такой человек, поймите, вот я говорю, моя медицина, моя анестезиология, реаниматология, она мне дала такой пинок под одно место, что если что ты хочешь узнать, ты должен узнать здесь и сейчас, чтобы потом не было промедления, а промедление смерти подобное. Это как в реанимацию привозят больного, если ты начинаешь задумываться, что же, как ему колоется и от чего, то есть это скорость. Я быстренько, мне только вот в секунду присылают ID и пароль, и я всем желаю таких партнёров, как я. Немножко хвостошко, но я говорю точно, как я. Как только вам, вы высылаете своим партнёрам ID и пароль, чтобы они в то же мгновение зашли в кабинет. Я в то же мгновение захожу в кабинет. Вы знаете, я как та женщина, которая хочет всё знать. Это абсолютно нормально. Захожу в магазин, вау, ассортимент на каждый день, и зубные щётки, и пасты, и шампуни, и так далее. Я тут же захожу на корейский сайт. Я открываю, смотрю, у Руссии, думаю, а какие там страны ещё есть. Я захожу, вы слышите, что я сейчас говорю? Мне никто не говорил, Фатима, пожалуйста, зайди в кабинет, зайди в магазин, посмотри, что там есть. Просто Фатима берёт это, сама делает, потому что она понимает, что если я начинаю знакомство с компанией Атоми, ну как вот, как ещё по-другому надо зайти и познакомиться с Атоми. Я смотрю кабинет, затем, вы представляете, меня сама вот рука, да, как будто вселенная наводит, зайди в видео. Я открываю видео, именно первое видео, которое я открыла, Пак Хангиля, основатель компании Атоми. Я все видео его практически просматриваю. Ну, я делаю какие-то домашние дела, естественно, включаю там и смотрю где-то, отвлекаюсь, может быть, потом вечером я опять это всё переслушиваю. Потом я звоню к Ларе, говорю, я правильно поняла, что здесь можно зарабатывать деньги. Она говорит, Фатимуш, по-моему, можно деньги зарабатывать, но в этом я ничего не понимаю. Ты сама умница, ты сама разберёшься. Я говорю, окей, я поняла. Ну, то есть нормальный разговор такой получился. Я открываю, там написано маркетинг-план. Раньше он был вверху написан, просто маркетинг-план. Мика, помнишь, да, вверху? Раньше не было вот такого зелёного выделенного квадратика. Я захожу туда. В этот же день, 1 июня, ребят, вы слышите? Вы не думаете, что я там, знаете, транжира времени, мне больше делать нечего, нечем заниматься. Я ни кушаю, ни готовлю, ни стираю, ни брю. Я всё это делаю, но я всё это делаю как бы, ну, очередую со временем. Я захожу в маркетинг-план, читаю его один раз. Ну, естественно, я не гений какой-то. Я понимаю, что мне нужно разобраться в цифрах. Я беру тетрадь рабочую, я беру ручку и начинаю выписывать некоторые моменты, которые мне нужно понять и пропустить через себя, да ещё посчитать, как это бинарный шаг. И что вы думаете? Написано, что звука нет. Мика, это у всех звука нет или только у одного человека? Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли звук. Если есть звук, если я отключу, есть звук, пишут, есть звук, да. Да, вот то, что сейчас, ребят, то, что сейчас я вам рассказываю, вот через себя пропустите эту информацию, насколько возможно. Как вас регистрировали? Извините, меня слышно? Да, вот вы куда-то пропадали, микрофон отключался. Сейчас всё нормально. Многие люди не знают, что я уже всё. Извините, извините, да. Смотрите, сейчас я вам даю информацию для того, чтобы вы поняли, насколько вы, когда вы зашли в кабинет, кто вас пинал, кто вас не пинал, в хорошем смысле слова зайди, посмотри, изучи. И есть ли среди вас партнёры, которые действительно, как я, вот им присвоили ID и пароль, они просто взяли и зашли, взяли, изучили, взяли, прочитали, взяли, прослушали по кангеле, маркетинг-план выписали, посмотрели на цифры. Есть ли среди вас такие? Можете поставить плюсы. Просто хочется немножко обратной связи. Ага, если можно, конечно. Мика, можно задавать такие вопросы аудитории, да? Я думаю, что... Конечно. Я тоже одна из них. Я тоже поставлю плюсик сейчас. Молодец. Умно. Смотрите, сколько много, да. Я думаю, что кто бы так же сделал, наверное, уже вышли на ранги и на бинарные шаги и так далее. Так вот. Я всё это изучила. И получается, я всегда рассказываю, что до пяти утра я ещё раз смотрела по кангеле. Вы знаете, где-то проследилась, где-то посмеялась. Ну, он такой хороший, он такой мудрый. И я в него влюбилась. Это все уже знают. И моя розовая мечта... Вы знаете, моя первая розовая мечта — это поздороваться с пакангелем, ну, по крайней мере, за руку. И вторая розовая мечта — дойти до империала. Ну, пока розовая мечта. Пусть будет розовая. Скоро будет она настоящей. Так вот. И на следующий день я приняла решение, что, о, окей, я буду здесь зарабатывать деньги. Почему? Ну, фишка — это не фишка, называйте, как хотите. Понимаете? Первое, я что поняла. Ну, я, в принципе, езжу и ездила по миру, понимаю, что интернет-магазины, они во всём мире абсолютно востребованы. И абсолютно можно сейчас и в Австралии заказать, и с Америки, и с Франции, где хотите, из Германии любой продукт. Так вот, первая фишка для меня была, что это глобальный интернет-магазин, что он заявил себя на весь мир. Это первое. То есть он уже востребован, уже есть хитовый продукт, продукция, которая востребована во всём мире, особенно в таких цивилизованных странах, как Канада, Япония, Америка. Но я думаю, ну, если эти страны признали этот продукт, почему мы не можем признать? Мы же такие же люди, всё так же понимаем, расцениваем. Вторая фишка для меня была, что продукция, именно широкий ассортимент этого магазина, глобального интернет-магазина, очень-очень жизненно необходим не только для одного человека, там, мужчины или женщины, а именно для всей семьи. То есть начиная с младенчества, ну, и идти по годам, по годам, по годам, подростки и так далее, да, до глубокой зрелости. Я посчитала, что он реально будет востребован в каждую семью, потому что, извините, но зубы начинают чистить практически с пелёнок, когда, ну, я так образно говорю, заканчивая тем, пока есть хоть один зуб на самом деле, даже если просто полоскать. Ну, и не говоря уже о другом товаре, что мы голову моем день через день и так далее, перечислять не буду. Сегодня не тема продукции. Это была моя вторая фишка. Но третья фишка, мне кажется, самая глобальная, самая значимая для меня оказалась, что абсолютно высочайшее качество и абсолютная цена. То есть я не говорю, что это дёшево или дорого. Это нормальная цена, которая соответствует именно качеству этого продукта. И поэтому это даже не оспаривалось, ой, как дорого там или ещё, или некоторые говорят, ой, как дёшево. Нет, это абсолютно не обсуждается. Меня эта тема тоже сильно затронула, для меня это была фишка. Я думаю, что для многих из вас это тоже была фишкой. Четвёртый пункт, который я выделила, он тоже идёт на одном уровне с первым, вторым, третьим. Это, наверное, для каждого это одна из главных. То, что вы пользуетесь, покупаете, приобретаете этот продукт и начинаете делиться, делиться с любовью, делиться с душой, делиться, знаете, вот абсолютно вот с такими намерениями, что действительно, ребят, берите, пользуйтесь, поправляйте или продлевайте своё здоровье, совершенствуйте свою красоту, красоту тела, красоту внутреннего состояния, но ещё при этом зарабатывайте деньги. И я поняла, что если я буду делиться со своим окружением, ну, соответственно, компания, судя по маркетинг-плану, я его поняла сразу же в первый день, поняла, что мне компания будет платить вознаграждение. Окей, думаю, Фатима, неплохая идея, но всё же мне надо разобраться, а с чего же я буду зарабатывать деньги. Вы представляете, сегодня наша тема, Мика, так и называется, да, путь новичка к мастерству, да, к рамку мастера продаж. Вот сейчас я себя позиционировала как новичок, как я знакомилась, как я заходила. То есть, ещё раз повторяю, мне никто не говорил, Фатима, давай, Фатима, надо, Фатима, там. Ну, Фатима понимает, что, ну, почему бы и нет, давай разберёмся. Единственный момент, что я поняла точно, на следующий день я не имею никакого права говорить людям о заработке в этой компании, пока сама не пойму, с чего я буду здесь зарабатывать деньги. Естественно, ещё дня два я посвятила тому, что я предельно очень доходчиво разбирала цифры, что такое бинарные шаги и так далее. Так вот, на заметочку вам, я разобралась в этих фишках. Я думаю, что для многих это будет повторение, как сегодня Мика сказала, маркетинг-план повторять никогда не рано и не поздно. Правда ведь, Мика? Да, Мика, по-моему, звук отключила. Ну, поехали дальше. Все верно. Да, я поняла, что в маркетинг-плане, вот, как я объясняю своим новичкам, и сама себе объясняла, понимаете, мне никто не взял, сама себе, что в маркетинг-плане есть однозначно уровни дистрибьюторства. Это, знаете, это как вот шапка, как верхушка айсберга, без него никак, который выплывает над уровень океана, ледник, да, верхушка айсберга, уровни дистрибьюторства. Думаю, окей, уровни дистрибьюторства, их пять, я их перечислять не буду. А для чего они нужны? Зачем они создали уровни дистрибьюторства? Я думаю, что очень-очень мало людей, которые над этим задумываются. Но поверьте мне, за два года работы, два с половиной года, я поняла, что многие хотят дорабатывать деньги, многие хотят выйти на ранги, начиная с уровня мастера продаж. Но когда им задаёшь вопрос, а вы можете сказать уровни дистрибьюторства? Люди теряются, они теряются, говорят, да, я говорю, а как вы хотите выходить на ранги, если вы это не знаете? Ну вот я читала, я смотрела, я пролистала, я промелькала и так далее. Я говорю, ребят, так нельзя. Я всегда привожу пример такой, знаете, ну он такой, с одной стороны, немножко жёсткий, может быть, но очень практичный. Допустим, хирург приходит в операционную, ну так как я врач, да, тем более в операционной я много раз стояла, как иноцедиолог, приходит в операционную, ему привозят больного. Ему нужно делать операцию на брюшную полость, да, там, на кишечник. А он говорит, я анатомию знаю только нижних конечностей, то есть рук и ног и головы, а брюшную полость я не изучал. Ну вот вы понимаете, о чём я сейчас сказала? Так и здесь. Или, допустим, любую профессию взять там, я не знаю, ну, допустим, парикмахер, да, я умею делать только стрижки, но прически там или покраску волос я не умею делать. Так не бывает, ребят. Да, спасибо, что хороший пример. Так не бывает. Почему? Если вы хотите зарабатывать деньги, реально серьёзные деньги, вы должны просто докопаться до истины, а с чего, а почему, а как, а зачем, а кто за кем, ну, это просто не обсуждается. Так вот, уровни дистрибьюторства, пять уровней. Думаю, окей, окей, а для чего же они нужны? И когда я начала читать, 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 я поняла, что, о-о-о, оказывается, деньги здесь начинаются с уровня торгового представителя, 10 тысяч баллов. Раз себе фишечку такое. Значит, если я буду регистрировать новых людей, новых участников, я им сразу же буду давать эту исчерпущую информацию. Ребят, если вы хотите, чтобы у вас скопились групповые объёмы, и, соответственно, вы выходили на доход, будьте добры, создайте себе подушку безопасности. Ребят, сейчас услышите меня. Я это говорю ни в коем случае не в приказном тоне. Это я просто на эмоциях. Я говорю это, потому что это необходимо говорить. Вы знаете, сколько было проколов именно в моей даже команде, хотя это нонсенс, но было такое, что люди приходили в офис и говорили, а где мои групповые баллы? Ну, это люди, люди, людей, понятно, да? То есть лично, кого я пригласила, там всё было нормально. Ну, да, есть такое. Они приходили и говорят, у меня левая ветка сделала 500 тысяч баллов, у меня правая сделала 300 тысяч баллов. Где мой бинарный шаг? Я говорю, а у вас личный объём сколько? 7 тысяч баллов. Я говорю, приехали. А где ваши 10 тысяч баллов? Ну, может, мне и говорили, ну, я ведь не придала значения, я как-то не так восприняла, я, видимо, ну, мимо ушей пропустила. Поэтому вот я вам говорю, если вы стали на путь, на путь, на очень серьёзный путь строительства бизнеса в компании Atomib, я прямо называю слово строительство, как строительство своего замка, своего великолепного дворца, будьте добры, изучите, пожалуйста, какой будет фундамент, какой будет первый этаж, второй и третий. Будьте добры, если вы приглашаете участника, и он вам заявляет, я хочу здесь зарабатывать деньги, пожалуйста, дайте ему домашнее задание, пусть он прочитается в личном кабинете, и обязательно, вот знаете, вот как-то вот по деловому, знаете, вот бизнес такая встреча, проверьте, как он понял эти знания. Потому что есть такой момент, скажу сейчас смешно, человек смотрит книгу, видит фигу, есть такое, поверьте мне, есть. Вот прочитал, я прочитал, начинаешь задавать вопросы, а это я не видела, а это я между строк прочитала, а вот этих цифр я вообще не поняла, а что такое уровни дистрибьюторства, я вообще не знаю, для чего они. Так вот, ребят, запишите, если вы, ну, кто первый раз, допустим, знакомится с маркетинг-планом, естественно, вы познакомитесь через личный кабинет и видео и так далее, но имейте в виду, уровни дистрибьюторства, первое для того, чтобы понимать, именно для того, чтобы на будущее вы выходили на бинарные шаги, первое, и второе, на уровне мастерства, запомните раз и навсегда, уровень дистрибьюторства нужен для того, чтобы понимать, на какие бинарные шаги вы выходите, и на уровень мастерства, это очень жизненно необходимое знание. Следующий момент. Уровни дистрибьюторства 5, уровни мы, естественно, ну мы, я имею в виду, мы там с новичками, я сама, естественно, это изучила. Затем я думаю, окей, уровни дистрибьюторства есть. Дальше есть уровни бинарных шагов. Это 300. Я прям специально повторю в эфир, да? Сколько их? Я вам задавать вопросы не буду. Их всего сколько? 7. Запомните, уровни дистрибьюторства 5 уровней, а уровни бинарных шагов 7. Я сейчас вам рассказываю, как доходчиво я сама изучала это все, сама, сама, мне никто не тыкал, не мыкал. 7 шагов, но уровни выплаты по бинарным шагам 8. Кто это знал? Смотрите, уровни бинарных шагов это 300, 700, 1,5 миллиона, да? Получается 2 миллиона 400, 6 миллионов, 20 миллионов, 50 миллионов. Выплаты говорить не буду умышленно, заходите в кабинет и читайте, выписывайте, записывайте в бизнес-блокноты. А именно выплат 8. Почему? Потому что есть такая градация. Если вы выходите на уровень 300-300 тысяч баллов левой и правой веткой, но если у вас уровень дистрибьюторства торговый агент, то вы получаете одну выплату. Не буду говорить умышленно, какую читаете в личном кабинете. А если вы выходите на уровень дистрибьюторства агент 300 тысяч, да? Вот подсказывает 300 тысяч. И у вас шаги тоже по 300. У вас уже выплата будет, другая выплата. Поэтому это очень важно понимать, что уровни бинарных шагов вообще и в идеале 7 шагов, но по выплатам идет 8, потому что 300-300 может два раза сложиться. Но если у вас уровень дистрибьюторства или торговый агент, или агент, ой, извините, торговый представитель или агент, соответственно, выплаты будут разные. Это тоже нужно понимать. Почему? Потому что за два с половиной года работы я тоже столько досмотрела, столько наслышала. А почему не предупредили? А почему не сказали? Я бы заработала не 20 долларов, а 60 долларов. Такие моменты тоже есть. Поэтому если вы начинаете сами в этом четко разбираться, вы знаете, вот сами, если вы разбираетесь, я даже один момент скажу. Как только вы разберетесь в маркетинг-плане, именно разберетесь и научитесь доносить эту информацию так, чтобы люди вас понимали, вам вселенная будет посылать новых учеников, которые захотят именно от вас услышать этот маркетинг-план. И захотят, чтобы именно вы помогли этим людям выйти на доходы, ну и, соответственно, строить бизнес. Серьезный такой мощный бизнес. Так вот, смотрите, первый уровень – это дистрибьюторство. Он жизненно необходимый, его знать, чтобы понимать, на какие шаги вы выходите и на какие уровни мастерства. Уровни бинарных шагов обязательно нужно разбираться, понимать, где 700, где полтора, почему так, почему так складывается, почему такие выплаты. Вы поймите, если вы строите дом, но вы абсолютно не разбираетесь в нём, как его планировать и строить, ваш дом будет или развалюха, или он вообще не построится. Следующий уровень – обязательно тоже вы должны понимать, разбираться и вот прям вот рассказывать так, как будто вы знаете, вот художественный фильм, наверное, рассказывать, чтобы у людей представление было, как они будут выходить на ранги, как они будут стоять на цены, как их хангель будет поздравлять и так далее. Уровни мастерства сколько? Семь, да? Я специально вам перечислил, чтобы у вас, знаете, был такой задор, почему бы нет. Получается, Стелла, спасибо вам большое за поддержку, вы мой спонсор. Смотрите, получается, уровень мастера продаж есть? Есть. Ну, о ком мы сегодня, в принципе, и говорим, да? К нему идём с новичков. Ну, уровень бриллиантового мастера, да, ранг бриллиантового мастера, ранг шаронской розы, ранг, дальше кто? Стар мастер, роял мастер, краун мастер, империал. Что я вам хочу по этому поводу сказать? Опять же, проводя многочисленные школы, презентации, там, тренинги, семинары, как хотите, называйте, задаёшь людям вопрос, какие вы знаете уровни мастерства? Как какие? А почему я должна их знать? Ну, вот я вам прямо из жизни рассказываю, немножко смешу вас, да? Я говорю, ну, вы хотите зарабатывать деньги? Конечно, хочу. А как вы хотите, если вы не знаете, к чему вам стремиться, к каким деньгам? Ну, я же пока не вышла на этот ранг, мне люди говорят. Зачем я должна о нём знать? Девчат, ребят, ну, это нонсенс, это полнейший нонсенс, понимаете? Это всё равно, что опять же вам приведу пример. Ну, такой, может быть, немножко такой с издёвкой, ну, пример. Пациент приходит к врачу, и пациент рассказывает ему, у меня то болит, это болит, да? И вот врач Рит думает, ну, какой же диагноз, ну, какой же диагноз там у него, да? Ну, вот не было у меня этого пациента с этим диагнозом, поэтому я не знаю этот диагноз. Вы поняли теперь смысл, о чём я хотела сказать? Что человек, который идёт на бизнес и который ведёт за собой людей, он не имеет права говорить, что он хочет зарабатывать деньги. Почему? Потому что априори, если у него нет этих фундаментальных знаний, чё, почём, куда, зачем, он не имеет права людей за собой вести по одной простой причине. Потому что человек может в любой момент задать ему вопрос, и если он скажет, я не знаю на него ответ, он скажет, дорогой, окей, я понимаю, что не знаешь, а как ты тогда нас за собой ведёшь? Ну, может быть, кому-то покажется очень жёстко, я выражаюсь, но это для дела, понимаете, это бизнес, бизнес. В бизнесе нет уси-пуси, в бизнесе есть цифры. Кстати, имейте в виду, что наш бизнес, именно бизнес Атоми, и Володя неоднократно говорил это, и я повторюсь за ним, что бизнес Атоми – это чистой воды бизнес-цифр. Это просчитывание уровня дистрибьюции, сколько у вас баллов, это просчитывание групповых объёмов, какие бинарные шаги у вас сходятся. Это, понимаете, это просчитывание всего, и самое главное, когда вы планируете свои бинарные шаги, вы должны чётко понимать, вот наступает новый рабочий период, новый рабочий период, это с 1 по 15 или 16, по 30 и 31, в зависимости от месяца, вы должны чётко понимать, если вы заявили, ребят, я сейчас не говорю о покупателях, я не говорю о потребителях, которые просто зашли в интернет-магазин, чтобы для себя что-то покупать. Сегодня у нас бизнес-стреча, и тема понятна, да, как новичка к мастеру продаж. Так вот, если вы понимаете, что вы хотите первый сделать шаг, выйти на один бинарный шаг за один период, вы должны чётко распланировать свой бинарный шаг. То ли вы закроете его в середине периода, то ли вы закроете его в завершении периода, там, 15-14 числа, как распорядится ваша головушка, как ваши мысли, как ваши планы, как ваши цели будут поставлены. И вы должны просчитать каждый день, понимаете, сколько у вас людей в команде, насколько они готовы совершать заказы, насколько у вас каждый день или каждые там три дня прибавляются новые участники. Это всё нужно продумывать, это надо всё, понимаете, без этого никак, бизнес-стаг не строится. Ой, кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь и зачем-нибудь. Иногда у людей спрашиваешь, как ты планируешь свой бинарный шаг? Ну, люди во всяком случае, ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь сделает заказ, может быть, это, окей, сколько у тебя бинарный шаг копится? Ну, месяца два-три. А почему месяца два-три? Почему ты этот шаг не запланируешь, что он у тебя должен хотя бы сойтись, сложиться за месяц? Не знаю, как-то об этом не думала, а что надо, что ли, так делать? Ну, вы понимаете, люди, они не глупые, они просто не знают, как это делать. И те люди, которых и пригласили в компанию, они с ними не делятся этими фундаментальными знаниями. Так вот, переходим, получается, первый пункт у нас, уровень дистрибьюторства. Это без исключения уровень бинарных шагов, уровень выплаты бинарных шагов, уровень мастерства. И самый такой интересный, самый такой, я прям в тетрадку всё-всё записала, это подарки. На каких уровнях какие подарки выплачиваются, ребят? Но неужели вам неинтересно, даже вот если, при одном условии, что вы поставили цель построить хорошую, мощную, сильную команду и при этом зарабатывать серьёзные деньги. Неужели вам неинтересно узнать, на каком уровне что вы можете получить в подарок? Но это же вообще фешенебельно для вас. Это же такая стимуляция, это такая мотивация, это такое вдохновение. Действительно, вот я на сегодняшний день вышла на ранг «Шаронская роза». Был такой момент, прям в жизни расскажу. На следующий день, по-моему, здесь присутствует моя команда, наверное, Гульнору Минова присутствует, её команда. И вот мои партнёры, они меня пригласили именно для бизнес-встречи «Что и как?» и «Что и почём?». Они у меня спрашивают, Фатима, не спрашивают, а говорят, Фатима. Вот мы вчера вечером где-то там они на ужине собрались, и мы считали, сколько вы заработали, как «Шаронская роза». Я говорю, вы знаете, вы не должны считать, сколько я заработала, это априори. Вы должны посчитать, сколько может заработать человек, вышедший на ранг. Я правильно рассуждаю? Потому что Фатима отдельно, она не может заработать. Все люди, которые вышли на ранг «Шаронской розы» в этот период, и вообще, которые выходили или будут, они будут приблизительно зарабатывать в пределах одной суммы. Ну, на один винарный шаг больше или меньше. Почему? Потому что премия однозначно всем будет одинаковая. Ну, я скажу, давайте я буду говорить цифры, которые изначально были оговорены, там, в зависимости от курса. Премия 2 тысячи долларов у «Шаронской розы». Потом единовременная премия 110 тысяч рублей. Потом выплата за путешествие, так как сейчас путешествия отменены из-за пандемии, и компания, я так поняла, что выплатит нам денежное вознаграждение будет путешествие. То есть вот эти все суммы, они будут предельно у всех одинаковые. Единственное, что бинарные шаги. У кого-то сходилось там 10 шагов по полтора миллиона, у кого-то 8 шагов, допустим, там, у кого-то по 700 тысяч. Ну, в среднем, кстати, родной шаг мастера «Шаронской розы» полтора миллиона, имейте в виду, чтобы знали так, на заметочку, как одного испеченного мастера «Шаронской розы». Так вот, когда мы посчитали суммы, и там получилось, я скажу это абсолютно точно, потому что вы можете каждый просчитать это все, где-то 2 миллиона 500 тысяч вместе с премией, с выплатами за путешествия. Так вот, там были женщины, ну, наши партнеры, они говорят, не может быть такой компания, не заплатят, это неправда. Я говорю, как неправда? Они говорят, ну как, столько денег, это же невозможно. Вот вы понимаете, в чем суть-то? В чем суть-то? Заноза-то где сидит. Люди просто даже не верят этому, что это все выплачивается. Ребят, это на самом деле все выплачивается, начиная с первого бинарного шага 20 долларов, заканчивая, не заканчивая, а завершая империалом, который получает практически миллион долларов в премии, не считая бинарных шагов и отдельной премии. Это все правда. И я когда вот встречаю таких людей, я убеждаюсь, вот у них, знаете, они все хорошие, они все по-доброму хорошие, но почему-то в них нет веры. Я думаю, что вот сколько сегодня человек присутствует, я не знаю, мне сейчас нет такого отчета, потом Мика скажет, но я думаю, что все, кто сегодня здесь в Зуме присутствует, у вас абсолютно есть вера, абсолютно есть вера в то, что у вас все получится, это во-первых. Во-вторых, вера в то, что компания действительно выплачивает шаги. Спасибо большое, вау, с всеми встречи. Абсолютно вера в то, что премии выплачиваются день в день. Абсолютно вера, что подарки, начиная с мастера продаж, они абсолютно приходят, начиная с хима-хима, фейма и сета четырехэтапа, это однозначно. Поэтому кто из вас здесь есть, присутствует и говорят, ну не знаем, а может быть и нет. Ребят, прям полностью вы вот эти мысли все вычеркиваете, прям выкидываете их из головы, все правда, абсолютная правда. Так, смотрите, мы по знаниям фундаментальным прошлись. Еще какие фундаментальные знания я для себя приобрела. Естественно, с первой минуты начала делиться со своими новыми участниками, которые уже переросли в мастеров шаронских роз, переросли в бриллиантовых мастеров, в мастеров продаж. Да, вот вначале я не сказала, в моей команде с правой ветки два мастера шаронской розы я вырастила. Они вперед меня выросли, вы знаете? Аллилуйя, почему? Потому что когда ученики превосходят учителя в хорошем смысле слова, это же вообще фантастика. Это говорит о том, что все верно, все правильно, все делаем адекватно, все делаем грамотно. Следующий момент. В моей команде слева получается два бриллиантовых мастера, справа шесть бриллиантовых мастеров. В общем, в общей сложности еще плюс 26 мастеров продаж за два года. Ребят, ну это результат, правда ли, результат хороший? Ну, действительно хороший. Только по одной простой причине, потому что изначально, когда я приняла решение, что я хочу здесь зарабатывать серьезные деньги, ну, очень серьезные деньги, то есть дойти до империала, это однозначно, да, я поняла, что у меня должна быть система, я поняла, что у меня должно быть связание, планирование, цели полагания однозначно. То есть нет такого, когда хочу, тогда выйду, когда получится, тогда получится бинарный шаг. Мы сразу же со своими бизнес-партнерами. А, кстати, вот еще один момент. И я сразу поняла, где-то на второй-третий день, что в моей команде однозначно будут покупатели. Это те люди, которые, знаете, делают покупки, ну, скажем так, от случая к случаю. Вот сделали, ну, немножко забыли там. Бывает такое, знаете, вот летают в своем мире. Вторые, второй тип, скажем, наших участников, это в хорошем смысле слова тип-типаж, это люди активные покупатели, которые хотя бы раз в месяц заглядывают в свой личный кабинет и, соответственно, совершают заказы. Но вы представляете, что надо сделать, что нужно сказать этим людям, чтобы они хотя бы раз в месяц заходили в личные кабинеты? Угадайте, что нужно сделать? Ну, я думаю, что вы все правильно ответили. Просто научить их заходить в личный кабинет, познакомить, познакомить с разделами, познакомить с сайтами российским, корейским. Научить, если кто не умеет оплачивать заказы, ну, совершать покупки. Вы знаете, это вот как ребенка, да, вот взять за ручку, первый шаг, второй шаг, а потом потихоньку его отпускать. То же самое и в компании Atomi. Ну, без этого никак. Ну, нельзя так подписать человека, тупо ему по WhatsApp или по сообщению скинуть его ID и пароль, ID и пароль, сказать, ну, все, я тебе присвоила ID и пароль, делай, что хочешь. Нельзя так. Если вы лично, лично вы пригласили человека, и вы взяли абсолютно 100% ответственность за этого человека, довести его до ума, понять, дать ему понять, что действительно это очень хороший, шикарный магазин, шикарный продукции, которая нужна на каждый день. Ну, я не знаю еще как. Я немножко ухожу в сторону, все, я заканчиваю. Так вот, когда мы с командой собрались, мы поняли, что нам нужен план, кто когда будет выходить. Еще один момент. Когда я начала выходить на бинарные шаги, естественно, у меня в левой и в правой ветке тоже, мои партнеры начали выходить на бинарные шаги, и я сразу поняла, кто первый выходит на бинарные шаги, те первые пойдут на мастеров продаж. Ну, это естественно, логика железная. Ну, и так и получилось. Вот кто первый присоединился, кто первый внял, что все здесь по-серьезному, что все здесь по-настоящему, никакого там лохотрона там, или каких-то там, знаете, каких-то, ну, я даже не знаю, обмана. Я даже не могу представить, где здесь может быть обман, когда это нормальный интернет-магазин, только имеет свои фишки. Третье, продукция высочайшего качества, вы покупаете, абсолютно цена адекватная, и третье, то, что вы предлагаете своему окружению, вам за это компания платит вознаграждение. Но это пешенебельный бизнес. Это бизнес уже 22-го, наверное, века, не 21-го. Пахангель же сказал, я переверну полностью мнение о сетевом маркетинге. Вы знаете, вот со своей личной стороны я могу сказать, и моя команда подтвердит, я никогда не настаиваю на определении, и даже я не произношу, что Атоми — это сетевая компания. Я не знаю, почему, я так не говорю. Лично я говорю, можете взять как фишку, можете просто пропустить мимо. Я всегда говорю, Атоми — это глобальный интернет-магазин мирового уровня с выплатами в виде вознаграждения, которые используют элементы сетевого маркетинга. Ну вот я вот так, это моя фишка. И вы знаете, люди, когда это слышат и слушают, они, в принципе, ну, может быть, немножко по-другому воспринимают информацию. Но если они начинают задавать вопросы, о, это сетевуха, я сразу же, как говорят по-еврейски, да, как мне говорят, ты еврейка, наверное. Я всегда говорю, окей, сетевуха, что не так, где слышал, какое впечатление, почему такой негатив. И, ну, завожу разговор с человеком, и когда человек говорит, там, соседка, там, коллега, там, то-то, то-то, и выясняется, что то, что они куда-то вляпались, это к сетевому маркетингу вообще не имеет никакого отношения. Дело в том, что во всем мире сетевой маркетинг — это нормальный сетевой маркетинг, MLM-индустрия. Но есть еще понятия, финансовые пирамиды, всякие там вот, да-да-да-да-да, это немножко другое. И когда с человеком начинаешь разговаривать и объяснять суть, они говорят, а, вот в чем, ну да, да, ну вообще, ну если бы нам так разъяснили, конечно, у нас бы такого мнения не было. Почему так умеешь разговаривать с человеком? Потому что есть изначально знание, понятие, что такое сетевой маркетинг, понятие, что такое финансовая пирамида, понятие, что такое вообще MLM-индустрия, понятие, что такое традиционный бизнес, понятно, но и в Африке традиционный бизнес там, ну не буду сейчас о нем говорить. То есть вы должны понимать вообще, какой в мире бизнес существует, да, производственный бизнес, коммерческий бизнес там и так далее. Тоже об этом говорить не будем. Так вот, ребят, кто сегодня присутствует в Зуме, если вы четко понимаете, что вы действительно хотите зарабатывать деньги, станьте спецом, станьте профи, станьте эрудитом, станьте, не знаю, тем человеком, который бы был асом своей профессии. И вы врачи, вы должны быть асом своей профессии, вы парикмахер, вы должны быть просто безукоризменно делать стрижки, прически. Если вы, не знаю, там стоматолог там, ну я не знаю, мне все на медицину клонит. Если вы ресторатор, у вас должен быть самый лучший ресторан, самая лучшая кухня, самое лучшее обслуживание, сервис, понимаете? Вот будьте такой личностью, будьте таким человеком. Если вы приняли решение стать бизнес-вумен или бизнес-мейном в компании Atomi, будьте лучшим из лучших. Вот показывайте пример, что этот бизнес действительно работает, система работает, выплаты все работают, деньги люди получают. Ну, в общем, вот так. Там у меня осталось минут пять, наверное, да, Мика, еще на вопросы. Ну, в заключении, конечно, я хочу сказать, знаете, что мне дало вот такое ощущение с такими эмоциями с вами сейчас общаться с самого начала два года назад. Ребят, вот в 1 июня я познакомилась с компанией, дай бог, чтобы у вас все такие были участники новые, которые знакомятся сразу в бой, сразу в бизнес. Первое. Я 100% поверила в компанию. Просто увидев сайт, увидев саму продукцию, увидев в каких коробочках. Знаете, коробочки такие презентабельные, ну, просто красивые коробочки. Прям хочется их трогать. Даже качество какое коробочек, не говоря уже о самом содержимом. Так вот. Что получается? Я поверила в компанию. А когда услышала, пока Ангеля так вообще, не только поверила, но и влюбилась в компанию. Следующее. После такой веры огроменной во мне всевелась сила намерения. Ничего не знаю. Я буду здесь строить бизнес. И вы знаете, какая сила намерения была? Сила намерения была, что я буду строить бизнес со своей будущей командой. И я все сделаю, чтобы мои, именно мои партнеры зарабатывали деньги. Вы слышите, что я поставила силу намерения, чтобы мои партнеры зарабатывали деньги. Это самое главное. Если вы, ну, я никому лично не обращаюсь, а вообще в образе. Если человек, который говорит, я хочу здесь зарабатывать деньги, я буду зарабатывать деньги, выходить на бинарные шаги, но при этом ни капли не будет думать о своих партнерах, о их бинарных шагах, о их доходе, в хорошем смысле доходе, не деньги его считать, а помогать, чтобы он зарабатывал деньги, то не пойдет. Ну, не пойдет бизнес. Так не бывает. Это неправда. Потому что компания «Отоми» — это компания взаимопонимания, понимаете? Это компания взаимоподдержки. Это компания, которая друг друга выталкивает. Вы, наверное, видели много картин, когда человек идет по лестнице, держит за руку другого, и тот в конце прям «Я не буду отставать, я с вами». Это действительно так. Если вы через себя эту информацию пропустите, если вы поймете, что действительно этот бизнес строится только на взаимопомощи, только не думайте «Спонсор обязан, ты обязан, баллы давай, деньги давай, акции давай». Нет, это воспрещается. Это, знаете, это издержки. Если надо, спонсор все сделает. Если у спонсора есть возможность, он вас закидает и подарками, и акциями, если у него есть возможность, потому что это в его интересах. Он хочет, чтобы ваша команда развивалась. Он хочет, чтобы ваша команда, понимаете, стала сильной. Ну, в вашем смысле, именно ваша, но это его команда, да. Так вот, первая во мне вера 100%. Сила намерения просто безукоризненная. Дальше. Что вы думаете, я в себя включила? Это усердие. Усердие, получая специфические знания. Поверьте мне, знаний за 50 лет накопила выше крыши. Хватает. Но знания, которые присущи к бизнесу Атоми, они специфические. И будьте добры, откройте кабинет. Вот сегодня, да, кто захочет, откройте кабинет. Даже если для кого-то будет повторение, откройте маркетинг-план. Прочтите его. Выпишите все подарки, выпишите все уровни дистрибьюторства, выпишите мастерские вознаграждения и все, что хотите. Выпишите. Пускай это будет для вас, знаете, как знаковым днем, что сегодня вы начинаете по-настоящему строить бизнес. По-настоящему. И следующее. Смотрите, вера, сила намерения, усердие и самое главное, что во мне проснулось, ну, скажем так, оно во мне, может, и было, но больше активизировалось, это мудрость. Мудрость того, что я с удовольствием с первой же минуты начала делиться об этом бизнесе, об этой чудесной компании, о самом Пакхангиле, о своих спонсорах, Вике, ой, Мике, Володе, Стелле, потому что, ну, так захотела компании, чтобы я их первых узнала в своей жизни именно в компании Атоми. И, наверное, вся вселенная благословила их, меня, всех, все наши команды, чтобы мы здесь оказались, чтобы мы подружились, чтобы мы друг друга знали, ценили, уважали. И самое главное, как Мика сказала, были, ну, знаете, вот настолько сплоченными, настолько дружными, и чтобы друг друга всегда понимали, что бы ни происходило, всегда умели прощать и понимать друг друга. Я всем желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи, и чтобы сегодня все, что вы услышали, хоть чуточку взяли для себя, применили в своем бизнесе, и чтобы у вас все получилось с нашей легкой руки, легкой руки Пакхангиле. Спасибо. Вот это да, вот это огонь. Фатима, супер. В чат просто взорвался. Вот и с ментами, да. Если у кого-то есть вопросы, Фатиме, у вас есть такая золотая возможность задать. Спасибо большое. Да, я думаю, что все взяли для себя очень много, тоже себе записала прям важные моменты, потому что да, мы до сих пор на стармасте, мы работаем с новичками, и это все очень важные моменты, которые вам надо записать и узнать, да, как выходить на мастера продаж. Давайте сейчас заглянем. Наталья Сергеева спрашивает, сколько человек у вас в личной ветке? А что значит личная ветка? Я не знаю, это вопрос. Не могу понять личная ветка. У меня нет такой понятии личная ветка. Я извиняюсь, что так отвечаю. Мика, можно переспросить, что значит личная ветка? Ну, конечно, Наталья, ждем уточнения. Татьяна пишет, энергия прет, это видео надо показывать всем. Кто-то дал вопрос Татьяна, да, личная ветка? Наталья спрашивала. Наталья? Наталья, да, вы прям затронули все, до меня дошло теперь, что вы имели в виду. Наталья, для меня это очень хорошая тема. В моем понятии и у моих всех мастеров продаж вообще нет понятия личная ветка. У нас обе ветки наши родные, самые близкие. Мы строим две ветки одновременно. Это наш бизнес. Ну, вот Алина тоже подсказывает у Фатимы обе ветки ее. Да, еще, ребят, я знаю каждого мастера продаж, практически каждого начинающего бизнес-партнера, который заявил, что он хочет быть в наших рядах, в рядах рангов мастеров продаж и выше. Я каждого лично знаю. Почему? Потому что для меня это очень-очень важно каждого человека знать. Очень важно. так захотелось прям обнять Фатиму. Я думаю, что многим захотелось пояснить. Классная мотивация, спасибо, все записала. Спасибо за вашу поддержку, друзья. Тут вопрос еще я увидела. Как мотивировать клиента попробовать продукцию? Да, хороший вопрос. Да, как мотивировать клиента попробовать продукцию? Для этого необходимо выявить его жизненную потребность. То есть, когда вы разговариваете с человеком, то ли он ваш знакомый или холодный контакт, я не знаю, какие обстоятельства складываются, всегда нужно выявить потребность у человека. Чем он на сегодня пользуется? Если вы в области, допустим, ухода за лицом и телом, естественно, вы задаете вопрос, на сегодняшний день, чем он пользуется, доволен ли он результатом, чтобы он хотел изменить или дополнить. Вот, допустим, давайте разберем пример, насколько вам это интересно. Допустим, вот для лица, сейчас актуальная тема, после этого для лица. Вы разговариваете со своим будущим бизнес-партнером. Я прям сразу такую делаю, да, ремарку. Вы говорите, окей, там, добрый день и так далее. Вы на сегодня, ну, приятельница ваша. Ой, как ты хорошо выглядишь такой, и каким кремом пользуешься. Мне нравится, как ты сейчас выглядишь. Она говорит, вот тем-то, тем-то. Ага, а вот сейчас осень настала. Ты знаешь, вот косметологи рекомендуют именно осенью обновлять кожу, обновлять. А что у тебя есть из ассортимента для пилинга или что-то такое? Она говорит, а что такое пилинг, а как это обновлять? А ты знаешь, вот я вот, прям вот не посоветовали, оказывается, есть вот такая программа то-то, то-то, то-то. И вот за лето, когда вот мы, вот, скажем так, где-то веснушки понасобирали, где-то пигментация немножко или у нас немножко роговой слой, скажем так, стал толще. Это, кажется, надо все счищать, чтобы наша кожа обновлялась, омолаживалась. Естественно, процессы микроциркуляции усиливались, увлажнения и так далее. Вот, не порекомендовали, я вот взяла, начала пользоваться, очень так достойно, все. Но я быстро-быстро говорю, потому что немножко тема не та, не по продукции, я просто пример говорю, как выявить будущего клиента или клиента на то, чтобы он захотел взять. Или, допустим, он пользуется зубной пастой, да, как долго вы пользуетесь зубной пастой, насколько она вам хороша, есть ли изменения там, и с какой целью вы приобретали зубную пасту, то-то-то-то. Ага, хорошо. А вот, знаете, вот есть такая паста, которая вот то-то-то делает, там даже ранки залечивают, стоматит, вот я попробовала, все такое. Или, допустим, даже шампуни взять, да, какой вы шампунь, вот как долго вы ей пользуетесь, насколько ваши волосы стали там густыми, там шелковистыми, блестящими, то-се. А вы знаешь, вот есть такая компания, у которых есть шампуни, которые отдельно идут, если жирные волосы, то есть они снижают выделение кожного сала, есть шампунь, который делает, профилактирует выпадение волос, следует выпадение, есть шампунь, который для тонких, с протеином, ну, который усиливает толщину, не усиливает, увеличивает толщину волоса и так далее, придает объем. То есть, понимаете, чтобы вот так разговаривать с партнерами, чтобы вот так разговаривать с будущими покупателями, для этого необходимо знания о продукции, не на молекулярном уровне, а хотя бы о разделах продукции, о том, что есть. Вы знаете, очень много в моих чатах, ну, новички пишут, да, боль человека знает, ну, да, выявить явную потребность это называется, да. Смотрите, даже в моих чатах некоторые наши участники пишут, а что, в Атоме есть вот это? Я говорю, есть. Я уже, знаете, так уже так спокойно, раньше я реагировала немножко, как, почему вы не смотрите кабинет? Я говорю, да, есть, а вы знаете, в Атоме еще вот это, вот это есть, да вы что, классно, и начинаешь там парад этих, парад презентаций по биодобавкам или парад презентаций по декоративной косметике или по уходу. Я думаю, что сейчас мои, кто мастера сидят в чате, они сейчас смеются, потому что это на самом деле так в жизни происходит. Поэтому, знаете, что еще, ну, если здесь новички есть, когда вы примете решение идти на бизнес, обязательно создайте два чата, именно два чата, один чат по продукции и один чат по бизнесу. И когда вы создадите чат по продукции, там, если у вас будет уже достаточно количество партнеров, вы прям напишите, кто желает углубить знания по бизнесу и маркетинг-плану, ну, по маркетинг-плану бизнеса, можете перейти по этой ссылке. То есть насильно никого туда не включается. Это будет неправильно. Человек может рассердиться и вообще со всех чатов удалиться. Но это вот моя фишка. Очень много поддержки в чате. Очень круто, Фатима, вы абсолютно показали на классных примерах, как надо двигаться и строить наш бизнес. Да, примеров было много. Они были связаны с сыном, но они такие сильные были. Сразу стало все понятно. Так, благодарю, Фатима. Супер. Я очень рада, что вы мой спонсор. Я ползком потихоньку иду, но назад пути нет. Будете меня пинать. Только вперед, в общем, да? Нет, пинать я никого не буду. Я буду друг, я руку свою дам и дальше пойдем пинать никого не буду. Фатима, лидер, с которым мы берем пример. Огромная благодарность. Энергия зашкаливает. Запись будет, да. Мне нравится, когда спрашивают про запись. Это значит, что все так хочется пересмотреть уже людям. Что же я там пропустил? Так, тут вопрос по бизнесу. Фатима, как вы планируете закрытие бинара? Поделитесь, пожалуйста, стратегией. Ага, смотрите. Спасибо за вопрос. Очень интересно. Планировать бинарный шаг. Смотрите, есть один момент. Смотря какой бинарный шаг вы планируете, если 300 тысяч, соответственно, вы работаете со своими покупателями. То есть вы реально понимаете, вы поняли уже, да, у меня нет чужой ветки, своей ветки, родной ветки, у меня две ветки, все, они обе мои, потому что я за обои ветки несу ответственность стопроцентную, что там, что там. Что там знания вкладывают, что здесь. И на сегодняшний день опять мои команды не дадут мне забрать. У меня обе ветки друг друга знают. Все бизнес-партнеры, все друг друга знают и, в принципе, в очень хороших отношениях никогда же подтвердишь. Да, это действительно так. То есть у нас все вот так, да, закручено. Так вот, если вы планируете бинарный шаг 300 тысяч баллов, то вы, естественно, планируете со своими покупателями. Кто как делает, допустим, да, право-лево ветка вы там, там, там. Если вы планируете уже 700 тысяч баллов в шаг или полтора миллиона, соответственно, вы, как планируете, вы работаете с ключевыми партнерами, которые выходят на бинарные шаги, то есть которые подписаны после вас. Вы с ними работаете, соответственно, они выходят на 300-300, допустим, а вы уже подбиваете по 100. Кстати, еще один момент я упустила. Да, хорошо, что вы задали про бинарные шаги вопрос. Почему? Потому что когда вы выходите на ранг мастера продаж, ну, вот мое пожелание, вы можете это взять, можете выкинуть абсолютно, это просто мое пожелание, чтобы в ваших обоих ветках левой и правой было как минимум 4 человека, которые периодически выходят один раз в период на бинарный шаг. Это жизненно необходимо. Без ключевых партнеров, без их бинарных шагов выйти на мастер продаж можно, но это немножко, как вам сказать, ненадежно. То есть вы сегодня вышли на мастер продаж, чисто на покупателях, на тех людей, которые вот прокупились. На следующий период или через следующий период, но мало шансов, что вы повторите, потому что они скажут, это за недорогая по темам, мы купили все, что себе надо, и нам пока ничего не надо, а пока вот новых-новых подписывать, это, конечно, займет время. Но если у вас уже есть ключевые партнеры, которые уже реально понимают, что им нужны бинарные шаги, им нужен доход, даже начиная с 20 долларов, 60 и так выше, то вы четко будете планировать с ними бинарные шаги, и 700 тысяч и полтора миллиона уже вы поняли, да, как планировать. То есть вы регулируете процесс со своими ключевыми партнерами, и, соответственно, смотрите, как они выходят, подравниваете шаги, и вы выходите. Вы знаете, да, у меня на самом деле, вот когда я выходила на ранг «Шаронская роза», получается, у меня два мастера продажа, один мастер продаж вышел за 8 дней, а второй мастер продаж вышел за 10 дней на ранг мастера продаж. Извините за то, что повторяюсь, да. Почему? Потому что мы разработали такой план, вот наполеоновский. То есть что мы сделали? Вот у Людмилы Ким, у нее команда слева и команда справа, соответственно. Что мы сделали? Мы взяли, подняли весь пласт, вы понимаете, это реально труд, это хороший труд такой, нормальный труд, труд цифр, да, но он того стоит, поверьте, за 8 дней выйти на ранг мастера продаж, но это чудеса и чудеса. Мы посмотрели, у кого идут две веточки, мы реально зашли в эти кабинеты, у нас пароли есть, потому что это наш бизнес, и мы людей только поддерживаем, здесь ничего скрытного нет, и кто скрывает свои пароли и ID, плакаем в руки. Получается, мы вскрыли их и увидели, что у одного не хватает до бинарного шага 12 тысяч баллов, у одного не хватает, бинарки уже вот-вот сойдутся, но не хватает лички 47 тысяч баллов, у третьего не хватает до бинарки, там зашкаливать 600 тысяч баллов, а здесь 280 тысяч баллов, и лички не хватает. Вы понимаете, мы составили вот такую смету, но это надо делать, это на самом деле надо. Мы поработали с этими людьми и сказали, кому, когда закрывать шаги, и получается, мы взяли самого нижнего, самого завершающего, я нижнее слово не люблю, и говорим, давай там, допустим, Татьяна, сегодня ты закрываешь шаг. Если Татьяна закрывает шаг, ее баллы же каскадно поднимаются вверх, соответственно, и вышестоящий закрывает, а еще вышестоящий быстро добирает свои личные баллы. И получилось, что у Людмилы 4 сентября 7 человек закрыли бинарные шаги. 7 человек. Понимаете, каскадно, каскадно, каскадно. Вот это и есть настоящий бизнес. Вот это и есть целеполагание. Вот это и есть планирование. Все остались довольны, поверьте. Я думаю, что я ответила на вопрос. Быстро, быстро. Да, Наталья пишет, что вас благодарит, все понятно и по делу. А Рейля пишет, мое любимое дело заходить партнером и напоминать им, сколько осталось до бинара. Ну, это первое время напоминаем, а потом они уже сами. Мика, понятно, да? Кто-то уже смотрит на бинарке. Мы их учим, 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 а потом они уже сами, знаете, как рыба в воде. Это вообще супер. Вы знаете, когда видишь, когда твои партнеры уже начинают так с бинарками работать, так просчитывать, так заказывать. Вот, вот где кайф от работы. Не потому, что ты вышел на Шарона, поверьте, я не лукавлю, честное слово. Не потому, что ты там вышел на какие-то премии, а от того, что твои люди начали зарабатывать деньги. Вот где кайф. Вы говорили про Людмилу Ким, я ее заметила, она такая активная, так много восхищения, много поддержки. Людмила Ким, спасибо вам, поздравляем вас тоже. С новым рангом. Это супер победа. Классные фишки. Пожалуйста, запись. Здорово. Очень мощно, супер планирование. Спасибо вам. Потрясающая встреча. Карл Гаш Турзбекова, мастер Широнской розы, тоже с нами, она посылает нам ракеты. Спасибо большое всем. Позитивчик получили, энергии зарядились. Также, я думаю, что очень полезно мы для себя уяснили, что нам нужно быть специалистами в Атоме, чтобы строить этот мощнейший дом. Атоме заложить прочный фундамент в виде своих знаний. Спасибо, Фатима, за мотивацию пойти всем новичкам и полностью изучить на все 100% маркетинг-план, свой кабинет, продукцию. Алина пишет, как теперь спать после такого вебинара? Работать хочется. Спасибо большое, Алиночка. Оказывается, здесь присутствует. Алина тоже вышестоящий мой спонсор. Да, Алиночка, спасибо большое. Спасибо. Я Алину знаю, когда она еще в школу ходила. Супер. Она вообще потрясающая девушка. Супер, да. Согласна. Интересно, как получилось в Атоме, вы снова встретились. Да, да. Да, в Атоме сближает. Вот, Тима, вы мега мощный лидер, пишет Карл Гаш. Спасибо. Все взаимно. Все взаимно. Я вот ко всем обращаюсь. Ребят, просто станьте профи своего дела. Вы все будете мега суперлидерами. Просто профи. Вот сегодня не дайте себе слабинку. Зайдите в личный кабинет. Еще раз проштудируйте маркетинг-план. Еще раз проштудируйте свои группы, свои команды, вот именно завершающего, у кого складываются бинарки. Поверьте, вы увидите результат потрясающий. Фатима, труженик. Ну да. Фатима, очень ждала ваше выступление. Поздравляем еще раз. Спасибо огромное. Столько советов, просто супер. Прям хочется зайти и снова посмотреть маркетинг-план. Людмила пишет, моя команда старается благодаря мотивации Фатимы. Да, кто смотрит в записи аккаунт Фатимы в инстаграме, в ватсап, в телеграм, я оставлю под видео в описании. Супер мощная мотивация, огромное спасибо. Классно. Ну я вижу, что было очень мощное выступление. Фатима, спасибо вам огромное. Зарядили всю команду Арман на как минимум на Шаронскую розу, да, вплоть до конца, до империала. Стелла Хигай пишет, Фатима, спасибо за мощную лидерскую позицию. Спасибо, спасибо. Так. Гульден пишет, мне стыдно, я в команде и торможу, хотя очень верю, что все получится. Конечно, все получится. Низкий вам поклон. Спасибо, было интересно. Буду ждать запись. Надо всем партнерам отправить. Я новичок сегодня тоже изучу кто-то питает. Вот. как раз мы вас любим, вы невероятны. Спасибо большое. Партнер с нашей командой. Фатима, благодарю, было очень полезно слушать вас. Да, был еще комментарий от Алтын Голина, сказала, что все стало по полочкам. Спасибо большое за супер-мотивацию, за знания, лайфхаки, круто. Фатима, спасибо, как я рада, что я с вами, горжусь, что я в вашей команде. Спасибо, Наргиза. Что ж, на этой доброй, теплой ноте мы завершаем наш эфир. Всем спасибо за вашу активность, за поддержку. Это все чувствуется вы самый главный, да, мотиватор, наши, дорогие наши участники. И огромная благодарность нашей шаронской Розе, Фатиме Аминовой. Я уверена, знаю на 100%, что Фатима не становится на этом ранге. Она здесь, до конца. Желаем Фатиме достигнуть империала и пожать руку по Хангилю, побеседовать с ним, рассказать свой путь, как он ее замотивировал в самом начале. Вот, Фатима, обязательно это случится. Дай Бог, дай Бог. Спасибо, спасибо, Мика. Володе огромный привет. Хорошо, передам. Всем до свидания, всем пока. Добро пожаловать. Пока. Пока.